Если мы говорим о любви, любовь ведь включает в себя и радость, и слезы, и смех, и определенную боль. Вот почему настоящая любовь, она является великим воспитателем, она формирует тебя, она учит тебя, она изменяет тебя. Божественная любовь меняет нас к лучшему, а любые изменения, они, возможно, только после определенной борьбы, преодоление чего-то. И нам кажется, зачем Бог это допускает, это же несчастье. Вот мы читаем, вот недавно приводил пример про блудного сына. Ну, блудный сын, ну зачем там, ну как-то вот, ну неужели отец не мог как-то его обезопасить вот от этой ужасной ситуации? И мы невольно себя переносим, потому что сколько порой в жизнях людей бывают вот этих так называемых блудных периодов, когда уходишь от главного, от важного, и начинаются там такие беды, такие проблемы. Но что интересно, пройдя через эти лишения, пройдя через бедность, блудный сын вернулся к отцу, и он мог с ним радоваться и праздновать. В отличие от старшего сына, у которого никаких особых проблем, боли не было, он так работал, так трудился, стабильно все было ровно, особых бед не было, но что интересно, и радоваться он тоже не мог. И радоваться тоже не мог. Поэтому жизнь наша, там есть и падения, есть определенные спады, но есть же и подъемы такие же. Мы же порой стремимся к каким-то необразимым вещам. Что такое? Ведь настоящее счастье и радость, оно может быть только на самом деле удовлетворять нас после борьбы, после каких-то сложностей. У меня некоторое время назад было в молитве очень интересное переживание, когда вот я... Был такой день хороший, сейчас вообще в последнее время такие у нас солнечно-яркие дни, и я помню, был свободный день, и я решил молиться, и я помню, молился Господу, и вы знаете, и вот читал Слово Божье, молился, читал Слово Божье, молился, и вдруг я оказался в таком состоянии, знаете, как будто вот поток Божий начал струиться через меня, и он как будто проходит, из-за чего аж мурашки были по всему телу. Ты находишься вот в этом потоке, сидишь, и ты вдруг начинаешь осознавать, вот что такое счастье. И я сидел и думал, о, Боже, какое счастье! А еще был такой, вот уже был вечер, там закат был, сижу, смотрю на закат, счастлив, просто безумно счастлив, поток идет и идет, и не заканчивается, не ослабевает, я словно нахожусь в нем, и я сижу счастливый, смотрю на закат, славлю Господа в своем сердце, слезы текут, я счастлив. И в этом состоянии ты сидишь. Я думаю, кто-то переживал подобные вещи в молитве. И ты знаешь, я вот сижу и думаю, я счастлив, 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 я счастлив. И что? И вдруг я понял, что можно оказаться вот в этом потоке счастья. И даже от этого, ну, слава Богу, счастлив. Но ощущение, что даже это может, как это ни странно, приесться. И понимая, что богатство жизни, когда мы можем переживать целую гамму чувств, счастье, оно так сладко после того, как, бывает, побегал и попереживал. Но я помню до сих пор, как мы часто с друзьями собирались, компания молодежная, будучи еще там старшеклассниками, помню, вот, и мы собирались. Ну, вот, знаете, когда вот собираешься с ребятами, радуют, там все шутки, шутят, там все веселье такое, вот. Вот это бывает так надоедает, это постоянное веселье в компании. Но, когда были какие-то экзамены в школе, там, либо выпускные, либо вступительные в институт, и вот, когда ты прошел экзамен, получил хорошую оценку, и ты встречаешься со своими друзьями, чтобы повеселиться. Вы знаете, вот только после преодоления сложностей у тебя такое настоящее веселье. А если сложностей нет, ты ничего не преодолевал, вчера веселился, позавчера веселился, сегодня опять будешь веселиться, и как-то веселиться не весело. Не весело получается. И ты начинаешь осознавать, насколько на самом деле Господь наш мудрый, и сколько в нашей жизни много разных, много разных красок, и что все это не случайно. Есть и боль, есть и радость, есть и большие сложности, и порой моменты отчаяния, но есть и преодоление, и счастье от побед, есть и то, и другое. Это важно. Поэтому в Слове Божьем нигде не показано, там, стремись к счастью, или стремись к несчастью, стремись, чтобы было тебе все время хорошо, стремись, чтобы тебе было все время плохо. Нет такого. Библия показывает нам ценности, которым мы должны стремиться. Ценности. Библия говорит, что есть дела плоти, когда мы идем на поводу у нашего эгоизма, у наших амбиций, и нередко можно чего-то достигать и к чему-то стремиться, только исходя из своего эгоизма и своих порой нездоровых амбиций. Ну, получил ты, ну, достиг ты. И что, счастлив на уровне парализованных людей? Получил, молодец, заработал. Нам всегда кажется, что мы исключение. Мы заработаем и будем счастливы. С чего мы так решили? Давайте посмотрим на тех людей, которые мы... Вот ты к этому стремишься, посмотри на них. Нет там большого великого счастья. И поэтому Слово Божие нас призывает к другому. Искать Царство Божие и правды Его. Не идти на поводу у плоти, а растить плод Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, верность. Вот эти вещи, к чему мы должны стремиться. Великие ценности, которые мы должны воспитывать внутри себя. И, возможно, ты и не достигнешь столько денег, сколько ты бы мог, если бы всех делал просто инструментами для достижения твоего видения и твоих каких-то маленьких или больших целей и целек всевозможных. Но только так ты будешь по-настоящему счастлив, если ты служишь другим людям, стремишься к другим людям. Счастье придет. Оно будет способствовать. Но ищи несчастье, неблаженство ищи. А ищи, чтобы твое сердце было чистым. Неблаженство ищи. А ищи, чтобы ты был милостивым человеком. То есть, прощающим, милосердным человеком. Вот к чему ты должен стремиться. Вот чего на самом деле стоит достигать. Стремись к тому, чтобы быть человеком, несущим мир, несущим гармонию. Вот каким ты должен стремиться человеком, а не к блаженству. Поэтому Иисус говорит, блаженны, чистые сердца. То есть, это следствие. Не надо этого искать. Ты будешь счастливым человеком. Это не значит, что ты будешь все время ходить улыбкой до ушей. Будут сложные вещи. Будут сложные периоды. Будут сложные моменты. Но ты будешь на своем месте. Ты будешь тем, кем Бог желает тебя видеть. Потому что по-настоящему счастливы только те, кто живут ради чего-то большего, чем Он Сам. Все исследования об этом говорят. А мы же, драгоценные, свою жизнь посвятили Христу. Великому вселенскому Богу, который и больше наших жизней просто отдельных. Он больше всего, потому что Он есть сама жизнь, путь, истина и жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok